Все в штатном режиме. Все периоды, которые определены были нашим Министерством просвещения Российской Федерации, это досрочный период, это основной период и это резервные сроки. Досрочный период у нас начинается с 21 марта, и так же, как и основной период, он начинается с дачи таких предметов, как география, литература. В досрочный период 2022 года пять выпускников нашего Уссурийского городского округа будут принимать участие. То, что досрочный период у нас дает не очень большое количество учащихся, ну то есть выпускников прошлых лет или выпускников текущего года. И поэтому на территорию Уссурийского городского округа ПП для сдачи ЕГЭ досрочного периода не предусмотрены. Но и решением Государственной акционационной комиссии Приморского края предусмотрены два образовательных учреждения города Владивостока. Ребята все уже предупреждены, каждый узнал, где и в какой сроке будут, вот, какого числа, соответственно, в какой образовательной организации они будут сдавать свой экзамен досрочный срок. Это и информатика, и английский язык, и литература, химия, биология, русский язык, базовая математика и профильная математика. При выборе сдачи ЕГЭ в основной период, понятно, что русский язык и математика это те предметы, которые нужны для получения аттестата. Вот, в приоритете у ребят это общество знания, в приоритете у ребят это физика. Вот, востребованы такие предметы, как химия, биология, вот, и надо сказать, что по отношению к прошлому году, в этом году стали ребята выбирать еще и литературу. Вот, поэтому, если у ребят текущего года или выпускников прошлых лет по каким-то уважительным причинам не получится сдать экзамены в положенные сроки, для таких ребят существуют резервные сроки. То есть при предоставлении документов, соответствующих государственным экзаменом комиссии в Приморском крае, им можно будет пересмотреть те сроки и по уважительным причинам перенести на резервные сроки. Понятно, что, как и всегда, для того, чтобы присутствовать на экзамене, нужен паспорт, нужна черная гелевая ручка. Если это рекомендовано государственным экзаменом комиссии, необходимы будут медикаменты, либо это вода. То есть дальше, соответственно, по количеству предметов, по тем требованиям к предметам, которые необходимы, кому-то нужна будет линейка, кому-то калькулятор непрограммируемый, то есть те предметы, которые оговорены в всех методических рекомендациях для проведения государственных экзаменов. Все заявления на сдачу единого государственного экзамена предусмотрены документами Министерственного просвещения до 1 февраля 2022 года. То есть ребята уже написали все заявления, то есть они уже подали. Теперь им только остается дождаться того времени, когда можно будет прийти, соответственно, на экзамен и сдать тот предмет, который они выбрали. Общая сложность у нас будет участвовать в пределах от около 1100 человек на территории Уссурийского городского округа.